Мост Черезаку может появиться в районе села Льгова, место расположенное в низине, в районе 5 километров от города. Село Льгова относительно небольшое, практически по всей территории застроено домами, так что найти хороший подъезд к реке Аке не так уж и просто, что уж и говорить о строительстве целого моста. Помимо реки Аке, строить мост придется и через несколько озер. Общая протяженность его составит почти 4 километра. Для сравнения, мост на Солочу длиной чуть больше одного. Местные жители рассказали, что подъехать к реке из самого села сложно. Хороших мест можно сосчитать по пальцам одной руки, да и дорога оставляет желать лучшего. По самому широкому проезду чаще всего ездили машины, груженные песком. Все остальные дороги расположены между жилыми домами. Валерий Еремин, заместитель главы регионального министерства транспорта, уточнил, что мост будет построен именно в районе села, то есть строительство вполне может быть и у Рубцова. Новость появилась 31 октября, но в сети уже нашлись несогласные с этим проектом. Я вот одного не пойму. Кто и как обосновал необходимость такого дорогущего проекта? Имеющийся мост с пропускной способностью 20 тысяч транспортных средств в каждом направлении в сутки и без ограничений по грузоподъемности. Противоположное от Рязани берег низменный и затевать там строительство весьма накладно. Намного логичнее и проще не пойму застраивать, а двигаться вдоль реки по высокому берегу и от реки в границах планируемого южного обхода Рязани. Мост в районе Льгова даст выход на тупиковое спадское направление, где увеличение трафика не ожидается в обозримом будущем. А для выхода на Клепиковскую дорогу придется капитально перестраивать участок от Мурмина до Шумыши. То есть затраты огромные, а эффект от таких вложений мизерный. Мнение водителей по выбору места строительства моста и его необходимости также оказалось неоднозначным. Со стороны села Льгова я, наверное, не думаю, что это целесообразно, потому что Льгова тоже в этой стране находится. Если бы оно соединялось где-то со стороны Московского, то еще может быть как-то было бы выгодно и удобно, а так я не думаю. В принципе, как вариант, конечно, лучше с городом соединить. Мне кажется, немножко поближе, очень далековато. В принципе, весь поток здесь идет, а там кто будет ездить? Круг давать большой? Или где-нибудь около рыбного что-нибудь там усилить? Заместитель главы регионального министерства транспорта уточнил, что будущее строительство – это проект очень дорогостоящий. Он отметил, что в настоящий момент ведется работа по привлечению федеральных средств. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».